Во время встречи подписчиков я сказал, что сделаю обзор на одну очень хорошую японскую дораму, которая позволит вам понять японское общество, японский менталитет, да и в целом уклад жизни японцев. Плюс я недавно делал видео о том, что мне не нравится в японцах, перечислял различные пункты, и вот если вы посмотрите эту дораму, то поймёте то, о чём я говорил. Дорама называется Ханзава Наоки. История дорамы следующая. Есть парень, которого зовут Ханзава Наоки. Во время японского экономического пузыря он устроился работать в банк банкиром, а в то время банкиры это была такая крутая элитная работа. Плюс Ханзава Наоки целенаправленно пошёл в банк, потому что у него были свои такие скрытые мотивы, которые вы узнаёте уже позже по ходу развития сюжета в дораме. И вот он в него устроился, работал очень хорошо, со временем банк, в котором он работал, объединился с другим банком, и это стал такой центральный банк страны, один из самых больших вообще банков в стране. И со временем Ханзава Наоки дослужился до начальника кредитного отдела в Осыке. Работал он хорошо, но потом случилась такая ситуация, что его кредитный отдел и в частности самого Ханзаву заставили выдать одной металлургической компании 500 миллионов йен, кредита без каких-то оснований. Ханзава не хотел этого делать, но всё равно его заставило начальство, он в итоге выдал эти 500 миллионов, а компания через пару месяцев обанкротилась. И все вот эти 500 миллионов йен повесили на самого Ханзаву. То есть он за них отвечает. Его прессуют, всё, то есть как бы, ну, просто нашли козла отпущения. Но Ханзава не дурак, он сказал, что вернёт все деньги и плюс вернёт всем вдвойне, в десятикратном размере всё, что ему плохого сделали, всем, кто его подставил. И вот начинает закручиваться история, как он выкручивается из этой ситуации, как он ищет деньги, как он какие-то там лазейки ищет. Это дорама про банк. С одной стороны может показаться, что это ничего интересного, какие-то там финансы и так далее. Конечно, там иногда бывают сложные слова, встречаются, такие специальные, которые используются только в банке. Но это дорама, вот, которую ты начинаешь смотреть и с первой секунды не можешь оторваться. И когда там что-то происходит, плюс великолепный саундтрек с самой дорами, который подогревает вот эту всю атмосферу. И когда что-то происходит, когда каждый пытается друг друга обмануть, знаете, как в Игре Престолов, они разговаривают вроде, кто кого обманет. Вот что-то вроде того. Ты понимаешь, что и этот врет, и этот, ну, кто из них собрет более грамотно или более искусно. И вот эта музыка тоже нагнетает, и ты сидишь и реально переживаешь, как в каком-то триллере, или в каком-то суперкрутом экшене. При том, что люди просто разговаривают, по сути. И вот все 10 серий, сколько есть в сериале, ты не можешь оторваться. Сам сериал тоже разбит на 2 части. Одна часть, одна история, 5 серий, и другие 5 серий, другая история. Ну, конечно, они все между собой взаимосвязаны. Просто как бы их логически можно разделить на 2 части. Снято тоже просто великолепно. Актер, главный герой, подобран тоже отлично. Вы точно запомните его, потому что он вот так вот еще смотрит, немного из-под лоби, и говорит так прям, как будто ненавидит, но пытается скрывать свои эмоции. И видно, что он ненавидит. И вот эти вот фразы, которые говорятся в этой дараме, стали просто такими обиходными в Японии. То есть, те, кто мне сделает плохо, тем, кто мне сделает плохо, я верну вдвойне. Байгайчи. То есть, такие вот фразы там говорили. И все эти фразы теперь вот реально используются в Японии. Сериал просто великолепный. Я даже не знаю, что сказать, чтобы не заспойлерить. Это надо самим видеть. Я думаю, вам будет нереально интересно. И плюс я говорю, что эта дарама поможет вам понять японское общество. В какой-то момент даже думали, что эта дарама может не выйти, потому что она действительно показывает работу в Японии, особенно в таких больших компаниях, как вот Банк, либо, знаете, большие компании типа Сони, Митсубиши и такие. Как там есть? Как начальники сваливают ответственность на подчиненных, как никто не хочет брать ответственность, как все друг друга подставляют. В Японии действительно такое есть. И это не страна идеальная какая-то. Там нет феи каких-то, бабочек и так далее. Там такая же страна, как и у нас, и любые другие. Люди друг друга подставляют и так далее. Просто делают это немного иначе. И вот посмотрев ее, вы сможете понять менталитет японцев, как они работают. Тем более, эта дарама в Японии очень хорошо зашла. Она била вообще все рейтинги. По-моему, вообще, последняя серия, десятая, где вот вся развязка была во время обон. А обон, это такой трехдневный праздник усопших в Японии. Почти вся Япония не работает. Не работает. Все собираются семьями, куда-то едут к своим родственникам, либо на горячие источники и так далее. И говорят, что по всей стране все люди именно в этот момент, где бы они ни находили, все прикованы были к телевизору и смотрели последнюю серию развязку. Потому что то, что говорят в этой дараме, что в ней показывают, обычно никто вслух не произносит. А там вот реально вскрываются все вот эти проблемы современного японского общества. Как люди работают и что вообще происходит. Поэтому всем очень зашло. Рейтинги великолепные. В будущем обещают вторую часть, потому что вообще дарама сделана по книге. То есть у нее основа книга. Я очень жду второй сезон. А пока вот советую вам посмотреть первый. Еще раз напомню, что называется Ханзава Наоки. Спойлерить я ничего не хочу, поэтому просто берите и смотрите. Если вы смотрели уже, поделитесь, конечно, в комментариях своими отзывами. Если не смотрели, то посмотрите и тоже поделитесь. Уверен, что вам понравится, как понравилось мне. Если останутся какие-то вопросы или вы хотите какой-то момент там обсудить, то пишите. Возможно, мы сделаем какое-то потом отдельное видео. Во всяком случае, ну, я сделаю по вашим комментариям с какими-то ответами на вопросы, какие могут возникнуть после просмотра. Потому что действительно там показывается все реалистично. конечно, утрировано, специально утрировали, как там кто переживает, потеет, у него там прямо здесь капли пота, то есть он прямо вот так вот дергается, когда кто-то кого-то там раскрывает. Это все утрировано, но это специальный такой стиль, как это снято. Но сами проблемы совершенно не надуманные, поэтому посмотрите. Вот, друзья, надеюсь, что было интересно. Если вы захотите, я вам посоветую еще много всего крутого. Я много знаю и дорам, и фильмов, и сериалов, и книг, и вообще всего, чего только можно. Поэтому я всегда хочу вам чего-нибудь советовать, чтобы вы тоже приобщались и плюс у нас будет больше тем, которые мы сможем с вами обсудить. Поэтому пишите, что вы хотели бы узнать, я обязательно все это сделаю. И, как я сказал уже до этого, что обзоров будет на канале все больше и больше и совершенно различных. Но это не помешает выходить совершенно другим роликом. Вот. Так что, до встречи в следующих видео. Оставляйте комментарии, лайки, подписка, все дела. До свидания. До свидания.